Продолжение следует... 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 Более того, если педагог не владеет жестами языков, ребенок, когда взрослеет, у него совсем другой мир Глухие дети, когда общаются в своем кругу, они очень быстро осваивают взрослые темы И даже третий классник знает больше, чем слышащий третий классник в плане окружающего мира, естественной природы А учитель ему читает, извините меня, еще репку Какой авторитет имеет этот учитель у этого ребенка? А он его не понимает, он требует от него только по программе Сказал, прочел, звуки принес, молодец И дети начинают подстраиваться Они подстраиваются под учителей, подстраиваются под отметки Они учатся притворяться Что они понимают Когда они на самом деле не понимают Смысл А человек, который хорошо владеет жестом языков Он по глазам может определить Спонял ли ребенок смысл прочитанного, сказанного или нет Есть язык, он уже признан Надо идти по пути, по которому выбирает семья Надо индивидуально проходить к ребенку Мы кого хотим получить, в конце концов, из системы образования Мы хотим получить хорошего налогоплательщика В этом должен быть государственный подход Человек, который может устроиться на работу квалифицированным специалистом Человек, который может содержать свою семью Человек, который может заниматься любимым делом А не просто говорящего на ногах Это очень-очень важно Я встречал очень многих людей Которые, извините меня А вот пишут с ошибками С обидными ошибками Попожильные они Виннесмены, успешные люди Это еще раз доказывает то Что глухие дети с нормальными мозгами Но я не имею ввиду еще там с дополнительными Какими-то заболеваниями Если мы имеем ввиду обычного глухого ребенка С обычным физическим состоянием здоровья Он рождается с абсолютно нормальным, адекватным восприятием И то, что мы получаем на выходе Я считаю, что это педагогический брак Хотите вы это признавать, хотите Мы всегда так говорим Поэтому мы готовы всегда совместно с научным сообществом Совместно с вами обсуждать всегда открыто эту тему Мы понимаем, что надо соблюдать очень осторожный компромисс Мы всегда говорим, что мы двумя руками за то Чтобы система устного разговора Система развития речи развивалась Мы не отвергаем кохлеарную имплантацию как таковую Потому что мы понимаем, что техника идет вперед И с каждым годом она все-таки совершенствуется и совершенствуется Но всегда остаются случаи, когда КИ может не помочь Всегда остаются случаи, когда вот так вот удобнее И когда учитель не знает, как с этим быть Человек просто пропадает, выпадает И сколько у нас глухих дают ЕГЭ на общих основаниях Кто-нибудь вообще здесь статистику приводит Сколько людей дают специальный экзамен А мы знаем, что очень много глухих дают специальный экзамен А наша задача, чтобы все сдавали ЕГЭ на равне со всеми Это что, письменный экзамен В основном Почему они не могут? Ну, я, наверное, очень люблю Сложно поднял тему Но, тем не менее, это боль Это боль Потому что, еще раз повторюсь, они потом к нам приходят И мы с ними потом работаем И мы видим людей, которых воспитывала школа советская Которым сейчас засинится Мы видим этих людей, которые хорошо говорят Очень грамотные, ну, не сравнимые с тем поколением Которое уходит сейчас Мы начинаем анализировать Раньше тоже шестовый язык был под запретом Но учителя были другие Они в лепешку расшибались Чтобы понять глухого И чтобы долбить ему знания Сейчас, ну, сейчас все по-другому И мы делаем вывод, что раньше все это было Подвиги и самоотверженности вчителей Сейчас, значит, мы будем работать дальше по-другому Мы будем использовать метод полной, тотальной коммуникации И наша задача с вами Чтобы в этих По итогам всего этого Были рекомендации Которые Могли бы изменить систему подготовки Сурдопедагога Это тоже отдельный вопрос Который я скользко Коснусь под конец Почему? Система подготовки Подушевая Как и дети Подушевые Я уже не буду говорить о том, что В некоторых классах Объединяют детей с равными нарушениями В один класс Что недопустимо То же самое и университетом Дефектологический Покуртет Набирает набор студентов Берут, а бы кого попало Лишь бы набор был Лишь бы группа создалась Почему нельзя организовать подготовку За 2-3 года На базе школ У нас в России 107 коллекционных школ Что нельзя Организовать работу На школьном уровне Чтобы выбрать Лучше А то мы Получается Мы доверяем Мы доверяем Системе образования Что она даст нам Хорошие кадры Она берет Глухого студента Который сам Извините меня Пишет на тройку Диктант по русскому И делает И него учителя Потом Когда мы Его говорим Мы хотим Чтобы в школе Работали глухие учителя Потому что Она социальная модель Для ребенка А нам говорят Фи-фи-фи Вы посмотрите на него Вот вам глухой учитель Он даже писать не умеет И нас заставляют Краснеть за глухих Это Система образования Должна краснеть А не мы И не надо Все сваливать На глухого человека Фокус в системе образования Фокус Педагоги надо делать Фокус В серьезном Подходе К этой проблематике Которой мы уже говорили Много-много лет Спасибо 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 Вопрос был такой Должны ли все учителя Работающие А в школах Для глухих Слабослышей Водить жестом языков Мы считаем Что да Должны Даже воспитатель Который Нанимается С маленькими детьми Только спать укладывает Он должен знать Он должен знать О чем разговаривают Ребята Потому что Смешная ситуация Выходит Учитель Который не знает Жестового языка Преподает литературу А потом Выходит в коридор Ребята Ей корчат Рожки-ножки А учитель Не понимает Улыбается Кивает Топает На каблуках По коридору Просто картина Я понимаю Что они Чуть-чуть Знают Но я Обрисовал Карикатуру Которая По факту Отражает Отношения Между Ребенком Особенно Переходным Возрастом И педагогом Поэтому Конечно Должны Знать И Эта работа Должна Оплачиваться Очень хорошо Она должна быть Престижной Она должна быть Конкурентной Вы все знаете Что принята Концепция Ранней помощи И Суть ее в том Что сейчас Разрабатывается Дорожная карта Перечень мероприятий Которые Каждый регион Должен будет Осуществить У себя В обязательном Порядке А на федеральном Уровне К сожалению Он очень Поверхностный В каком плане Там просто Указываются Параметры Что Должен делать Субъект Там не указывается Ни системные Ни методические Подходы Как это сделать А мы Разработали Небольшой Довольно Перечень Мероприятий Которые По нашему мнению Должен Сопровождать Семью Которая Родился Плохой ребенок С нуля До ты Опять же Это все Укладывается В то Что я Сказал Ранее Потому что Именно в этом Годрости Если начать Заниматься С ребенком То Очень большие Шансы Не важно Он будет Говорить Он будет На жестовом языке Он будет Грамотным Вот На то Очень большие Шансы И для этого Семья Должна С самого Рождение Ребенка Понимать Что Что ей Надо Делать Что Делать Родителя Родить Вот Мое Личное Мнение Родителей Надо Учить Быть Родителем Это Вообще По всей Стране Надо Каждого Родителя Быть Учить Родителем Любого Ребенка Не Обязательно Ребенка С Инвалидностью Потому Что В этой Сфере Проблем Много Но Мы Говорим О Ребенке С Особенностями И Важно Какими И Почему Не ведется Работа Семьей Только Какой Процент Родителей Серьезно Относится К воспитанию Своего Ребенка Какой Процент Родителей Обклеивает Сю Квартиру Этими Фишками Лентами Словами Это Все Начинается Только В детском Саду В детском Саду Когда Педагоги Госпитатели Говорят Необходимо Наниматься Тем 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 Амникан Это Вообще Надо До Трех Лет Уже Начинать Серьезно Делать Начинать Общаться Начинать Читать Начинать Учить Развивать Окружающий Мир Родители Уже Должны Понимать Периоды Развития Своего Ребенка Вот Этого Нет И поэтому Систему Ранней Помощи Мы предложили Включить Специалистов С образованием Чтобы они Сопроводали Семью Вели Ее Чтобы они Наблюдали За развитием Ребенка Чтобы они Рекомендовали Конечно Мы можем Только Рекомендовать Но Семья Которая Понимает Что это Важно Ребенка Они Будут Это Делать А то Многие Семьи Считают Что Ничего Страшного Мы Три года Отдадим Садик А там С ними Начнут Заниматься И все И таких Семьи Большинство Они Просто Забирают И садик И отдают А потом Забирают И школу Отдают А дома Они Занимаются По Минимуму И Потом Опять же Претензии Но и К семье А кто С ними Нанимается Никто Поэтому Здесь У нас Предложения Я просто Не буду Сейчас Перечислять Они Сформулированы Мы Уже Их Отправляли В Мистерство Образование Их Не надо Будет Вы Будет Вам Отправить Того Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...